Ну говори говори. Настоящие тоже пишут, то тянут по взрослому вообще, хоть убегая и не читать. Всем доброго-доброго-доброго вечера. С вами прекрасный сынулия красотуля. Идем кормить нашу собакину Дину. Здесь супчик куриный и кашка с консервированной банки для собак. Дина, подъем. Дина. Пока вышел в улицу вечером позаниматься. Блин, по чуть-чуть что лежать думаю. Дина, подъем солнце. Трясись. Так, ну мы пока с вами. Я их занес пару уголков. Оттаиваю. Сулфан на них сверху. Не смог толком снять. Сулфан на них сверху. Сулфан. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДigerTorzok ДucaTorzok ДimaTorzok Добавил Другие двуше Другие ел Другие Best Другие 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 – Федер metabolic Кивог горухову нельзя ему, вот эту вот рисовую. Котенок, он умненький, он в туалет сразу научился, но он не может сам есть. У многих начинают и есть, потому что жрать хотят с голодухи, у них прям с ним срабатывает, они бегут, что бы погрызти. Вот у вас котята и едят. Будет он со временем строить, потому что если это не будет, они будут панталойку отбивать, он привык, что ему надо еще титьку, а он отвыкнет откидки, он будет, вот я поставлю это, он будет сам подходить и будет и... Кстати, реализовать я звонил только Буську, когда недели через две, когда закончится молоко. Раньше не было. Надо, я же говорю, посмотреть, там уже Василий смотрел, там глухтить, как не было уже молока. А как он там? Не знаю, как он смотрел. Да надо эти смотреть, не сами эти, ты фиг что надавишь, а вот сами эти, которые идут, жилистые. Ну вот как раз уже будет через две недели, мы будем 18-го, сегодня какое у нас? 28-ое, вот как раз через две недели ему уже будет почти два месяца. Все. Да. Будет он все есть. Все будет резко. Ну просто я поставлю, я сейчас почему его кормлю? Я поставлю это, Буська подходит, все это съедает. А он маленький, ему сейчас он это, он побегает, побегает, раз подбежит, ему надо, помаленьку он ест, ну часто. А я что буду каждый раз это, я без нее оставлю это все, он побегает, он научится, он будет сам кушать. Жаль захочет, будет есть. Поэтому я и не оставляю. Вот только что корм сухой. И молоко вот это вот козье. Ну да, вот так вот. И он не хочет, он хотя и видел, что Буська ела еще маленькой кашки положит. Для этих, положи. Для котят. Ага. Вот. На, убери это. Для котяток. Да, кой все лучше. Сейчас кашку положим. Все он будет ездить. Еще маленькой кашки, кашки, кашки. Все я буду ему кормить, потому что он чем приучишь, то он и будет ездить. Если мы его приучим к пашке туда, к этому вот. У нас есть и мяско для маленькой упаковки для котяток. Ну ему еще рано мяско это есть. А вы кашу ели? Да. То я один все слопаю. Ели кашу? А? Кашу-то ели? Да, мы поели. Да, ну и все тогда. Ешь. Это. Так что. А я буду с тобой и супчиком. Буду какой супчик варить. Все, естественно, буду измельчать, чтобы он только лакал и все, чтобы он насчет. Чем приучишь, тем и будет, то он и будет ездить. Он будет все знать, что то есть, что другое есть. Все. Раньше как делали? Поставишь, нальешь, закончат жрать, поедут. Да, раньше, тогда сейчас так и делают. По идее, сейчас так и делают. Почему, например, вот у нее один котенок выродился в нашей бузке. Если у кошки 5-6 котят рождаются, конечно, они будут, они голодные, они жрать. Да она не выкормит их. Да нет, я имею в виду, даже большая, крупная кошка. Волос попался. Шумную кашку буду варить. Я развариваю кашку. Обалденно. Все будет ездить у меня. Ну вот только молоко, что-то почему-то он не любит. Я не знаю, вот это вот козье, у нас там еще, там, это вот для ребятишек, субочка эта, называется кашка, но оно, там манки практически нет. А оно идет, сластит это молочко просто. Пробовали. Ему тоже это не нравится. Ну вот я не знаю. Я говорю, говорила, надо было не покупать это. Потому что он еще маленький и там с срок годности до июня 24-го года, пусть-то там 4 пачки. А это еще 3 пачечки, вот это тоже. Ну понравился он. Он как сметанку. Сметанку я ему давала, он тоже ел, когда вот пельмени это я за сметану прям наяривала, только шум стоял. Магазинная сметана эта. А это тоже вот этот творожок, он наподобие сметаны, только густой, погуще. Не сладкий. Да, вот эти вот как из-под йогурта вот эти вот маленькие. Но не сладкий нельзя. Он не сладкий, нет. Тот же как дети, господи, тот же ребенок. Мне вот надо приучать ко всему. А, я еще давала рыбку вот эту вот, то, что ты готовил. Мякоть. Я ее прямо это все маленько. И разбавила этим молочком чуть-чуть, чтобы не... Ну как в дикой природе, камышовые кошки. Мама кошка принесет, кинет гербантии. Хотите жрать? Нет, ну сначала она кормит-то их молоком. Камышовые. Она еще и уловит. Ходит. Да, но сначала молоко, но потом они... Потом уже рано начинает, они самостоятельно уже это... Да, кинет ее вот. Кто пошустрее, то попроворнее, то-то помедленнее. Кто такой это, то значит худой потом. Остается ему мало. А здесь вот Тоша, Тоша. Давай, Тоша. Давай, Тоша. Давай, сынок, это он еще, чтобы плевывает. Ну, все внимание ему. Тоша. Вкусно. Ну, конечно, скоро внимания не будет такого. Все, поставлю и будешь это лопать. Игрушки будет носиться, побольше станет, будет бегать. Ну, ясное дело, он уже 18 марта уже будет 2 месяца. Ну, это еще не скоро, уже большой будет. Ну, не скоро. Он часто уже везде ладит. Он уже знает сейчас, все уже у него это. Он уже знает, где что находится, где. И уже сегодня опять это, я говорю, нельзя туда, он раз уже, и пошел задом. Все они соображают, все они знают. Это только мы их не понимаем наполовину. Они нас понимают. Как мы их понимаем? Он еще приходит, может, может, может. Приходит тут, он вчера у меня тут спал. Пришел, поиграл. А вот тут уже маленькие. Нет, я его по головке глажу. И вот дети, вот он так любит, он балдеет. Он, кстати, громко песни поет. Ну, я не слышала, Игорь, слышал, он громко поет. Громко будет петь у него этот. И уснул тут же, вот так, если у меня. Что там по местным новостям? Ну, что интересного, вот. Как там? Речка вышла с берегов, там, где эти дачи. И никто не хочет, это, табаканские дачи, там, машин застревают и никому не делают. Сейчас они сами, жители, идти друг на друга, это. То у нас администрация принадлежит Черногорску, то это. Вот сами хотят, они что-то делать, складывать опять. Складываться, автодор тоже тут ни при чем. Короче, никто это, обидные жители не могут ни заехать, ни выехать. Машины там грубят. А что еще? Что такого нет? Если что-то не приносит прибыль, оно нафиг на балансе нигде не висит, ни в какой организации. Если бы что-то приносило прибыль, конечно же бы висело. А так это только траты делать, это деньги. Это дорога, она... Что по погоде там? По погоде, сегодня ночью будет минус 20, завтра будет днем минус 5, и ветер до 11 метров в секунду. В общем, вот такие качели, и так состояние... Если минус 20, значит минус 30. Ну, да, минус 25 это точно будет, потому что 4-5 градусов у нас всегда это... Да. Ну и ветер, ясное дело. Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь. От 5 до 11 метров в секунду. Ужин простого чая попить? Самого что-нибудь наесть. Я там это смякал шоколад, я эту шоколадку разделила все-таки. Да, у меня это... Нету больше у нас. Наконец-то сладкое это, господи. Теперь варенье есть. У нас там целая пачка зефирчика. А, у нас там пастила, у нас там зефирчик есть, боже мой. У нас там вишневое варенье, облепиха. Да, теперь вот облепиха, а Василич, теперь будет вишню. Теперь это узкое есть. И опять буду орать. А немного. Ну вот я вазочку. А, там еще это, забрала, то бы он и мед под вторую банку доел. А на вторую банку, там банка, это, вот стульечка осталась. С ложками. Ага. Помаленько. Ага, помаленько. Ну что? Помаленько. А, Игорь, там еще может дать пасту шоколадную. Угу. А чем? Потом, всего уже хватит, и так поел он две этих каши поел. Оглепихи поел, все на сегодня хватит. Время, восьмой час, на сегодня хватит. Ну что тогда? Все вот такие новости. С вами была ваша самая дружная семья. Ага, самая замечательная. Самая дружная семья. Я сегодня, блин, вообще. Не гадом. И так, и сяк, и наперекосяк, и что-то не это. И каши не сварил, толком ничего не сделал. Вечером вышел, проходил. А что ты там эту, она вся мукрая-то эту. А я уголки заносил. Ты уголки-то эти. А там ты эти будешь, тебе дудки отпиливать надо. Какие? А у тебя на крыше-то там они торчат. Ну там четыре штуки только торчат. Что-то начнешь, нифига, с этой погодой на улице 20 градусов. Ты думаешь, блин, да какая нафиг стройка, думаешь, сейчас поделаю что-нибудь. Скоро нормально, стаканится. Идешь на высоте, начинаешь репу чесать уже, думаешь, да ну нафиг. Ну, стаканится, стаканится. А главное, под крышей-то и все. У людей он по 20 лет, он стоят, он открытая крыша, и ничего, по 30 лет. Там он 30 лет стоит, тут 20 лет стоит, там везде едешь, стоят, и ничего не заморачивается. А тут стоят, что делают. Там, тут у нас долгострой, и 30 уже, наверное. Да везде много. У людей, если есть денег, строятся, а если нет, у них строятся, помаленьку, да. Не все сразу, что вот так, раз, и тебе коттедж сразу, например, показывают. Ну, небольшой, двухэтажный. Ну, сразу коттедж. Эти штучки красивые такие. Люди строятся помаленько. А у него там уже, там, это, сверху подчернило. Так это, время. Я про этих говорю, где колонка-то. Ну, не говори. Я и говорю, где колонка, я и не говорю. А, кстати, там добротный дом. Добротный деревянный дом. А, вот там. Деревянный дом, да? Он добротный. Из кругляка. Он с этого, он, по-моему, с листеницы сделал. Сверху потемнел, но он туда сил очень много прикладывал. Очень долго строился, чтобы его поднять. А потом в какой-то момент все. В общем, стоит дома все. Там сил затрачено немерено. Там отделка только нужна. Там два этажа, да. Там два этажа. Ну, там, по-моему... Там, я не знаю, воду он пролел, потому что колонка-то рядом. Он строился, я еще маленький тогда, будто подростком еще. Он строился, по-моему, один. Но там он много лет строился, лет, чтобы поднять вот это, все сделать вот так щепетильно. Это кажется, что ерунда, люди вот не знают, смотрят, как вот к дома из газа, из газа бетона вот эта вся шляпа собирается, вот эта саланная вот эти за неделю, вот эти под крыши собираются. Тут он собирал немного по-другому. Он с нарезной лиственницей, то есть там вот эти планки, вот эти все, и толщина. Не вот этот мусор, который на этих продают, вам привезут мусор из этих средств заготовки. Красивый, по-нарезные там у него эти. Там его, а ей там, по идее, вовек не будет. Но только минус, что вот если пропитывать пожароопасность, вот это все, хотя лиственница, она и сто лет будет стоять. Ну сил было за... Ну вот как шпалы, чем? Криолином пропитывают, что нельзя. Криолин нельзя его... Да, его даже нельзя вот эту шпалу, многие люди разбирали, и даже стайки нельзя от него делать, потому что... Летом начинает, зимой еще ничего, летом начинает на солнце выделяться вот этот криолин. Это раньше делали шпалы, пропитывали, чтобы они не гнили, не разрушали. А наподобие битума выделяется бодрома. Ладно. Хотя так-то, да, я вот сколько смотрю, вот, например, у себя думаю, нифига там, вот так затрачено, я его бы еще до ума довести. Я, по факту, столько лет, десятилетий потратил, и остался стоять. Ладно. Это не газобетонные шляпы, коттеджи нарисованные, которые это... Правда, говорит, нарисуем, будем жить. Нарисуем, сострапаем, будем жить, там действительно хоромы, но слишком размахнулся. После наивкуснейшей маминой кашки сыночка присел на ваши комментарии. Буду я читать комментарии, немного почитаем. У меня здесь мышка отдыхает, мусик. Все дома, все живы, ну и здоровы. Ролик называется «Милота есть вкусняшка, бесконечная зима в Сибири, готовлю окуня по китайскому подвалу Ильича». Ролик выпущен сколько у нас? Полчасов назад. Ой. Тушенка свинная меня вспоминает. Не-не-не-не-не-не-не-не. Семь часов назад выпущен, нифига себе. 279 комментариев. Так, давайте я почитаю самые популярные комментарии. Они обычно самые злые комментарии. Обычно чем больше гардости, тем больше лайков ставится под комментарием. В общем, если кто-то пишет «Фу, сыночка, ты больный, некрасивый, да вообще ты кортавишь». Ну, такое что-то наподобие. И обычно, когда вот люди просматривают контент, видео рад, они ставят лайк. И, как всегда, у самых популярных больше всего лайков. Так, семь часов назад, 96 лайков, 21 под ответ. У этого комментария Клюква пишет. «Ой, извините меня, но они, по-моему, головой оба ушиблись. Котенка с ложки кормить, картошкой. А как выглядит мама мятая вся?» Мама не мятая. Мама натуральная. Мама натуральная. Ну, блин. Клюква. Ну, смотрите. Не все сразу, с первого раза котенок понимает. Ну, что, если мы его не будем подкармливать? Что вы видите, чтобы он еле ходил, еле живой был или что? Тоже надо, тоже надо думать. Тоже действительно думать. Многие пишут «А-а-а, да ему молока хватает. Я же железы, не сосочки выдавливаю, то кошки». Вот именно смотрю, молочные железы идут, которые у кошек идут. Я же вижу там, сколько молока, тем более он уже кабаняка. Буська, такая кошечка. Она тем более маленькая. Так, Шпилька пишет. 82 лайка у этого. Комментарии, 19 подответов. Под ответы не читая. Под ответы это когда люди начинают над одним комментарием переписываться, вести беседу. Шпилька пишет. А из мисочки нельзя кормить, обязательно на камеру выкобениваться. Да не ест он из мисочки. Ну, Шпилька, ну не ест. Ну, не хочет он из мисочки. У него взгляды такие кошачьи. А Светуана, 76 лайков, пишет. Люди, конечно, все разные. Но я не представляю, чтобы моя мама ради денег жила под камерой. Тем более получала столько негативов в свой адрес. Ради денег. Просто, конечно, интересно, ради каких денег я всегда снимал за идеи. Вы думаете, я тут что, мульона лопатой что ли, грибу? Я не из тех блогеров, которые получают, зарабатывают деньги. У меня чистый энтузиазм. Я не подпадаю в ту категорию, которым все идет манно-небесное в руки, чтобы они не снимали. Мне вот как-то не везло. Я вот помаленьку, годами, 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 сам по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то делаю, занимаюсь, занимаюсь. Я для себя условил одно, что, чтобы ты не снял даже что-то хорошее кино, оно нафиг никому не нужно. Тут все очень просто. Многие могут встать. А, ты фигово снимаешь, ты снимать не умеешь. Покажи то, покажи пятое, покажи десятое. Да нифига так в этой жизни не работает. Кому-то либо дает железяка показы, просмотры, кому-то задвигает, не дает. Я много лет слежу за несколькими каналами. У одного шикарнейший контентища, еще и песни классные пишут, клипы. Обломашки! Обломашки. Если железяка не дает, ты хоть выпрямь не из трусов. Но эту тему пропустить. Мне, как всегда, будут учить жизни, сыночка, ты не понимаешь, снимаешь всякую ерунду. Я просто сейчас снимаю на... Я просто сейчас не заморачиваюсь. И там пошел репу, почесал, там поготовил. Где-то что-то для души я могу снять, вот, например. Где-то вот так для души, вот, где-то... Ну, вот. Для самоудовлетворения, вот так можно сказать. А под камеры, под камеры интересные, разные. Я не представляю, чтобы моя мама ради денег жила под камерой. Это просто энтузиазм. Ну, что? Я хожу, снимаю. Где-то что-то... Выезжаю. Ради денег. Все мерите деньгами. Ольга Пономарова пишет. А кот не умеет, сам есть, не умеет. Их по 8-10 бывает. И всех с ложечки кормить, слюнявчики показывать. Какой бред. Кошки есть были всегда, сроду не заморачивались. Сами ели, росли без массажа. Опять ваша семья бредит. Понятно. Меньше дрожжей употреблять, они плохо на вас влияют. Мозг разжижает, причем у всех троих. Мозг разжижает серое вещество. Ой, Ольга Пономарова. Кстати, у этого комментария 68 лайков. Мозг разжижают дрожжи. А Дарья Колесникова пишет. 63 лайка у этого комментария. Она зачем запеленала котенка? Чтобы он не царапался. У него уже на каточке, тем более на руках. Он уже сам может лакать и есть. Куклу как будто играет. Да не может он, не может. Поймите. Не все сразу понимают. Кто-то вот, я вот сколько, мусик, он сразу начался понимать. Мышка, по-моему, в туалет. Сразу не ела, но в туалет не могла ходить. Я уже не помню. Каждый же индивидуальный. Так, 62 лайка. Людмила Холстов пишет. Казалось бы, чего проще в кошачью миску выдавить половину пакетика влажного корма для котят? Ну, конечно. Куда ж проще-то? Там умные люди позаботились, чтобы корм было все необходимое, полезное животному. Выплевывает он это и не ест. Так нет, возмущаются. Поймите, я тут как об стенку в горох говорю. Не хватает у нее сейчас молока? Абсолютно не хватает. Что непонятно? Это совсем маленькая кошечка. Она такая родилась, совсем мелкая. Поймите, нет, будут спиной у рта доказывать. Да надо подкармливать, не будешь подкармливать, загнется котенок. Я же тоже вижу, мама видит, отец видит, что надо это делать. Мы же чай не лаптями кашу рисовую едим. Марина пишет, Неграева, 60 лайков, 17 под ответов. Пишет, она котенка месячного картошкой кормит. Картошкой выкупили корм для маленьких, а козье молоко, мясную огушу, огушу ест, и козье молоко. Ой. Людмила Новикова пишет, у Галины простулся инстинкт бабушки заботливой. Так. Людмила Зимцова пишет, рыбка вкусная, не разморозил, не мыл, не потрошил, вкуснота неописуемая. Вы чем слушали, Людмила Зимцова? Я объяснил, рыба потрошанная, уже без кисочков. То, что я сверху полотники не срезал, так это для эстетики. Потому что кожица, она должна сверху вот это сниматься. Чешуи уже нет. Она у меня минут 40 под холодной водой. Это я как включил, я заодно воду поспускал под холодной водичкой, в эту положу, шик она у меня и разморозилась, она и помылась. Прям, знаете, идеальная, как блестящая эта. Бам! Я же говорил в ролике, когда вот, не знаю, вы, наверное, не слышали. Я же не могу все досконально до мелочи показывать, все, что я делаю. Действительно, даже в роликах. Но стараюсь по возможности объяснять. Светлана Дэй пишет, никто не спорит, может быть, любите пока этого котенка, но это какое изощрение, кормить его с ложки. Такое впервые я вижу, это все на камеру, котята в блюд. Ну, не ест он так, поймите, тяжело объяснять. Короче, это тяжело. Юлия Алексеева пишет, весна все ближе и ближе, в подвале это особенно чувствуется. Конечно, Юлия Алексеева. Завтра опять, какого у нас, в феврале 29, 29, да, в марте 30 градусов. Весна минус 30, я вот выхожу у меня, вот я сегодня вышел у меня вот в шапке в это, я думаю, блин, весной пахнет. Вот, где-то, конечно, ладно, не буду поясничать, не буду, как говорится, переигрывать, но, блин, видите, что весны у нас-то никакой нет, у нас зима стоит холодрыгом. Какая весна, где весна? Нет весны, по крайней мере, у нас пока весны нет. Галина Серина пишет, дольдон, милицемерие, котенок уже большой, прекрасно может есть сам, ерунда это все, Галина Серина. Вы не все видите, я же не могу 24 часа в сутки показывать котенка. Все. Наталья Леонтьева пишет, моей маме 74 года, выглядит намного лучше, потому что она следит за своим внешним видом. Остаж работы у нее прилично, работала даже на пенсию много лет, а эти сидят, котят из ложечки, кормят дурдом. Чтоб котенок не загнулся, его надо подкармливать. 55 раз объясняю, чтоб наш котенок, а не тупо поставить на захочешь-не захочешь, а может и не захотеть. Ой, блин, все такие правильные. Записки дегустатора пишет, весь Китай аплодировал стоя, глядя на такое чудо. О, да, национальная кухня, непонятно в какой стране. Мне лично понравился соус, это что, для лапши из одной креветки? Сиротинушки, креветки, лангустинью креветушный был. И огромной кучей лука, ну прям вышипел от Таши поварского искусства. Кстати, вкусно. Вкусно. Блин, а я даже не хочу. Был я в ваших ресторанах, тоже в дорогих. А вы не знали, сыночка тоже был, но не снимал. Знаете, бывает такую ерунду приготовить, стоит дорого. Но об этом истории уже умолчат. Галина Варенцова пишет, игры, а рыбу прежде чем готовить, вроде потрошат, поводники удалят. Не, я не стал удалять, так она потрошенная. Рубка-то. Я сейчас сразу сказал, что она потрошенная. Так, бруха разрезает, черноту убирает, все понятно. Ольга Комаркова пишет, Дину накормите как нужно, а не котенком умиляйтесь. Я собаку кормлю два раза в день. Ой. Чем смотрят? Главное, пишут гадости одни и те же. Людмила Морозова пишет, лучше бы рассада цветов вырасти до весной около дома, красоту на юге. Хорошая идея. А у нас есть цветы. Хорошая идея. Трава зеленая и цветы. Людмила Морозова пишет, так, 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 Жанна пишет. Свет мой, свет, мое зеркальце, скажи. Да, всю правду расскажи. Нет, на Зене всех страшнее, всех страшнее и умнее, чем подвал же Ильича. Подвал Ильича я очень люблю, он самый лучший канал на свете. Вы правы, я права, спору. Нет, я ужасно. Спасибо за стихи, Жанна. Ирина Угоськова пишет, во, кому делать нечем. Замучили котенка. Наталья Леонтьева пишет. Мама с работы пришла с МТС, весело. Чего? Чего там, весело? Ой. Ладно. Хозяйка таксы пишет. Игорь, разделочную доску, пора выбросить верхний свой древесинный. Вы реально съели эти щепотки, попадают в пищу. Не, хорошая досточка. А она пойдет что-нибудь рубить такое, под топор пойдет. Контент пишет, просмотрцы все такое. Эти продукты порезаны канцелярским ножом, да. Посмотри на свет лезвия, оно еще окислилось, потому что они предназначены для бумаги. Понятно, хозяйка таксы. Спасибо за наблюдение. Так, что еще хозяйка такса пишет? Просмотры, купите нормальные ножи. Да больше 5000 ножей нормально стоит. Больше 5000 стоят нормальные ножи. Нормальные ножи. Хороший, хороший, хороший нож стоит. Так, она пишет, вы того совсем? Котенок месяц может и сам поесть. Драни кормите. Рыбой от чешуи надо чистить. Нет там чешуи. В конце он говорит, вот такие блюда. Получились. Ладно, всем вкусняшек-вкусняшек, отличного настроения. Все-таки толком. Я сегодня что-то ходил, пройдил, наверное, залез. Начал корачиваться, а вообще ничего не сделал. Что-то делал, нифига не сделал. Бывает, бывает и такое. Ладно, с вами был Ильич. Всем вкусняшек-вкусняшек и отличного настроения. Также мама, Тосик, Дина. Всем пока-пока.